Ну, во-первых, 500 миллионов раз, повторю еще раз, не знаю, в который раз, скажу еще раз, что свойственно вторичному толщению большинству голосеменных, не всем, но подавляющему большинству голосеменных, особенно теми, с которыми вы столкнетесь на практикумах, и двудольным. Я только что осознала, что я не включила сюда историю про пальмы и про драцену. Вот я молодец. Ну ладно. Потом расскажу. С чего начинается вторичное утолщение? Конечно же, оно начинается с образования камбия. Так как мы с вами уже прошли корень, то давайте вспомним, что же как там происходит у корня. Мы с вами вспомним, что у корня образуются два типа камбия, соответственно, пучковый камбий и межпучковый камбий. Они образуются по-разному. Если пучковый камбий у нас образуется, вот здесь у нас будет располагаться пучковый камбий, он образуется из паранхимных клеток флоэма или, по другим данным, из прокамбиальных оставшихся клеток, то межпучковый камбий будет образовываться при соприкосновении дуги, растущей камбеальной дуги с клетками перицикла. Соответственно, вот он у нас, межпучковый камбий, и он, соответственно, будет откладывать паранхимные элементы. Ну, почему бы не придумать такую же самую систему и в стебле? Если такая система существует, чего бы ее не перенести в стебель? Но в стебле все не так просто. А не просто с той точки зрения, что вариативность жизненных форм, надземных жизненных форм такова, что не всем подходит вторичное утолщение по одному и тому же типу. А если в потенциале корневая система всех растений испытывает более или менее одинаковые нагрузки, и когда мы проговорим про наполненную роль паранхимных лучей, значит так. Представь себе, друг мой, что у тебя куча-куча мертвящины. У тебя очень много мертвых клеток. При этом по ним с гигантской скоростью транспортируются вещества снизу вверх. Например, если это ксилема, то снизу вверх. Ты же должен контролировать, что там происходит. Ты не можешь себе позволить бесконтрольным оставить вот эти потоки. Что там может идти? А там достаточное количество, например, питательных элементов. Чтобы вы понимали, тут скорее информация для 10-11 класса. В витальных элементах ксилема есть промоутеры генов, которые реагируют на снижение азота, на снижение нитрата в ксилеме. То есть если его слишком много, это одна реакция. Если его мало, это другая реакция. И в зависимости от этого активизируется промоутер герна из апентенилтрансфераза, которые синтезируют сатокенины. Что приводит к изменению морфологии корневой системы. Поэтому витализация мертвых тканей. Чем больше у вас живых клеток среди мертвых, тем лучше вы контролируете то, что происходит в мертвых клетках. Это и непосредственно паранхимные клетки самой ксилемы и дополнительные витальные вот эти вот элементы. К тому же, если у вас происходит сдавливание корня, оно по-любому происходит. А если вы, кстати, скажите мне, зайки мои, это корень кого? То просто это классическая. Тыква. Громче. Тыква. Да, совершенно верно, это корень тыква. Классическая картиночка. Если вы ощущаете сдавливание с боков, то если у вас есть живые элементы, которые имеют прочность за счет тургора, то вы более мобильный. У вас такие прослойки, такие прослойки, желешечки. Вот у вас там железо, желешечка, железо, желешечка. И, соответственно, когда вы испытываете какие-то нагрузки, то вы более мобильный. Это в этом есть свой плюс. Есть, наверное, свой минус. Жрать, жрать, у вас вкуснее. Ну, там по-разному. Все растения решают по-разному. Так вот, когда мы говорим о том, что побеговая надземная часть очень вариабельна в зависимости от того или нового растения, потому что, как вы понимаете, можно быть травянистым растением, но при этом иметь вторичное утолщение, а можно быть прям деревом, у вас разные потребности в механизации вашего стебля. Кому-то все еще нужно оставаться более миленее мобильным. Кому-то нужно быть деревом. И в зависимости от этого камбии в стеблях закладываются по-разному. Поэтому вторичное утолщение стебля – это не одинаковая история, как во всех корнях. Я не могу вам рассказать одинаковую историю для всех, как это происходит в корнях. Еще раз повторюсь. Итак, как происходит вторичное утолщение? Существует несколько типов отложения камбия. Итак, первый вариант – это непучковый тип. Мы с вами помним, что камбий в потенциале двух видов – пучковый и межпучковый. Пучковый откладывает ксилема клоэму, межпучковый откладывает паренхимные элементы. Итак, первый тип – непучковый тип. Уже извините за тавтологию. Камбий закладывается в виде непрерывного кольца. То есть даже на первичном строении при срезе стебля, который образовался только-только, вы камбий увидите в виде сплошного кольца. Даже если проводящие пучки неплотно расположены, то вы все равно увидите вот это сплошное кольцо камбии. То есть как это будет выглядеть? Вот так, как я сейчас рисую. Это, значит, непучковый тип. На стеблях вы увидите вот такие истории. В смысле на срезах стеблей. Дальше. Когда растение переходит ко вторичному утолщению, этот камбий начинает откладывать проводящие элементы сплошным кольцом. Там нет паренхимных лучей. То есть они есть, но они будут образовываться не специальным камбием межпучковым, а они будут образовываться уже непосредственно самой ксилемой и флоемой. Это так называемые лубодревесинные лучи. То есть сама ксилема и флоема, они координируются для того, чтобы создавать вот эти отдельные паренхимные элементы. Это не камбия об этом думает. Нет. Об этом думает уже сама ксилема и флоема. Итак, не пучковый тип – это классическая история. Привет, трехлетние ветки липы. Срез трехлетней ветки липы – это такая же классика, как и вот эта тыква. Вот она, наша с вами ветка липы. Вопрос. Как вы думаете, сколько лет этой ветке? Четыре. Настя, расскажи мне, на что нужно смотреть, чтобы понять, что ей четыре года. Вот здесь есть, собственно, заложение камбия. А ты можешь как-то взять, переключиться и нарисовать что-то? Ну, то есть там я же могу как-то тебе права передать? Я не очень знаю, как, но вот есть такие полосочки. Ну, их видно, что их один, два, три и четыре. Ты имеешь в виду вот эти полосочки? Ну, да. Так, раз, два, три. И почему же четыре? Ну, потому что между четыре. Надо смотреть не на количество полосочек, а на количество слоев. Да, совершенно верно. Итак, значит, вот это у нас будет первый год. Вот это второй. Это третий. Это, соответственно, четвертый. У стеблей самые старые элементы будут находиться максимально близко к середине. У корней, кстати, наоборот. Так, соответственно, вот это у нас кто? Вот то, что я сейчас очерчиваю. Это кто? Паренхимный луч? Чего это? Нет. Подождите, паренхимные лучи. Вот они у тебя. Вот смотри, вот они. Вот они. Нет, это не паренхимные лучи. То, что я сейчас закрашиваю. На флоему похоже. Да, это флоемные элементы, в которые, между которыми врезаются витальные паренхимные элементы, которые, кстати, можно назвать, это смешно, конечно, звучит, но так, правда, говорят, паренхимы вторичной коры. Так говорят. И, собственно, вот эти вот паренхимные элементы, от них отходят вот эти вот паренхимные лучи. Они будут называться лубодревесинными лучами. Как вы понимаете, еще раз повторю, эти лубодревесинные лучи будут закладываться не межпучковым камби. Они будут закладываться отдельно. То есть часть будет выделена флоемой, часть будет выделена ксилемой. То есть вот эти паренхимные элементы, сейчас я переключусь на другой цвет, вот синенький. Вот эти вот паренхимные элементы, вот эта паренхима, она на самом деле будет откладываться теми клетками, которые принадлежат флоеме. То есть эта флоема заботится о витализации. А ксилема к ним потом достраивает свои витальные лучи, свои паренхимные лучи, чтобы было сообщение через живые клетки между ксилемой и флоемой. Мало того, что вы должны контролировать, что у вас там внутри дохлый ксилема происходит, вы должны еще координировать работу ксилемы и флоемы. Поэтому вот эта вот история лубодревесинные лучи, которые начинаются в ксилеме и заканчиваются во флоеме, это очень важная история. И с физиологической точки зрения там будет очень интересная картина относительно транспортеров, переносчиков, экспрессии определенных генов. То есть это будут особые с физиологической точки зрения клетки. Следующий наш вариант – это переходный. Значит, что происходит? Закладывается и пучковый камбий, и межпучковый камбий. Он сразу закладывается. То есть если в предыдущем варианте у нас было единое кольцо, и это кольцо делало исключительно ксилему и флоему. Да, сразу было видно кольцо, но оно никогда не делает паренхиму. Оно делает либо ксилему, либо флоему. То есть здесь можно обнаружить целое кольцо. Вот оно, можно обнаружить целое кольцо. Но это кольцо будет дифференцировано. Тот участок камбия, который будет располагаться в районе проводящего пучка, соответственно, он будет делать вторичную ксилему и вторичную флоему. Те участки, которые оказываются свободными, вот то, что я сейчас стрелочками рисую, те участки, которые оказываются свободными, они будут называться межпучковым камбьем. И тут происходит очень странная история. А странность заключается в том, что этот межпучковый камбий, он не межпучковый в понимании того, как я вам рассказывала, когда мы обсуждали вторичное воплощение корня. Он межпучковый, потому что он располагается между двух пучков. И он может творить на самом деле все, что он хочет. Он может сделать дополнительные проводящие пучки, а может сделать перенхиму. Он как бы и нашим, и вашим, и вместе с пляшем. Поэтому, если вы видите сначала вот такую картину на первичном среде, а на вторичном среде вот такую историю, что есть какие-то здоровые проводящие пучки, то знаете, что это переходный тип. Классический пример – это посолнечный. Давайте смотреть. Вот так, чтобы вы понимали, это типа вторичное утолщение. Это не первичное строение. Это вторичное утолщение. Но дальше мы должны вспомнить, что подсолнух – это травка. А дальше мы должны вспомнить, что да, это, конечно, травка. Только, извините, какой механической прочностью должен облаздать стебель подсолнуха, чтобы на своей голове выдержать вот такую вот голову. С механической точки зрения это сложная задача. Во-первых, я думаю, что все вы видели стебли подсолнечника. Это вообще-то довольно крупная в срезе структура. У нее есть грани. И уже к моменту светения там обязательно должно пройти вторичное утолщение. Потому что вот эти дополнительные маленькие проводящие пучки – это дополнительные тяжи. Вспоминаем Останкинскую телебашню. Это дополнительные механические тяжи. Чем больше веревок изнутри вы натянете, тем более прочной будет структура. При этом мы не забываем, что это трава. Да, это трава, но это трава, которая делает вторичное утолщение. Потому что у нее такая особенность строения, что ей нужно вторично утолщаться. А дальше мы должны с вами вспомнить, что вообще-то надземная часть подсолнуха живет один год. Это не многолетние растения. И вот от момента прорастания к цветению. А вот эта вот бандура на голове у них, в смысле соцветия, корзинка, у них формируется уже к началу июля точно. А вообще-то там, по-моему, с середины июня. Но тут, кстати, будет зависеть от того, какую зону мы берем, где растет этот подсолнух. Поэтому довольно быстро и практически сразу они переходят к вторичному утолщению. У них первичную структуру сложно найти. Ну, то есть, если вот поначалу вы будете резать, тогда да, найдете. А так практически сразу вторичная структура. Вот он, этот исходный проводящий пучок. Но он уже вторично утолщен. Теперь расскажите мне, зайки мои, как понять, что это уже вторично утолщенный пучок? На что мы должны посмотреть, чтобы понять, что это вторично утолщенный пучок? Предположим, что мы не знаем, что это не пучковый тип. Предположим, что мы ничего не знаем. Мы видим только вот этот проводящий пучок. Докажите мне, что он вторично утолщенный. Крупная ксилема? Надо что-то еще сказать помимо крупной ксилемы. По сравнению с чем она крупная? По сравнению, которая ближе к середине. Там очень маленькие дырочки, а здесь уже такая хорошая. Совершенно верно. Да, правильно. Значит, на что мы должны обратить внимание? Мы должны обратить внимание на широкопросветные сосуды. Да, и наличие мелкопросветных сосудиков в основании. Что еще? На что еще можно обратить внимание? Можно еще обратить внимание, на самом деле, вот на то, что я сейчас обрисовываю. Это явно механические элементы с равномерно утолщенными клеточными стенками, которые окрашиваются флороглюцином. И они находятся над флоемой. Вопрос – это кто? Как мы должны это назвать? Два варианта. В прошлый раз это уже говорили. Протофлоемные волокна. Молодец. Да, совершенно верно. Это кто-то мне в чате еще написал. Протофлоема. Значит, вот Катя Самородова написала. Протофлоема. Эти элементы, да, будут относиться к первичной флоеме. Но корректнее и правильнее говорить. Протофлоемные волокна. Про-то-фло-э-маны. Ладно, не получается. Волокна. Почему протофлоемные волокна? Потому что они превращаются… Простите, я Кирилл… Господи, опять. Опять. Да, я помню, что у меня есть Катя Кирилловна. Я не сообразила, извините. Кирилл, да. Ну вы же смените ник, что ли. Значит, протофлоемные волокна. Они находятся над флоемой. Они уже выбрали свой путь. Вы должны помнить, что протофлоемные волокна метаморфизируются в механические элементы только после полного и окончательного формирования и протоксилемы. Ну и протофлоемы, и метафлоемы. Это означает, что все уже избрали свой путь. И только после этого протофлоемные элементы, протофлоемные волокна становятся непосредственно протофлоемными волокнами. Потому что до этого они никак не просто клетки без вторичного утолщения, в смысле без утолщенных клеточных стенок, без превращения в склеренхин. Без этого они просто клетки. Только после того, как все-все-все окончательно переродятся, весь прокамбий переродится в первичную ксилему, в первичную флоему, когда все закончат свой рост, первичный рост. Только после этого протофлоемные волокна начинают дифференцироваться. Если вы видите эту штуку, то либо это окончательный этап первичной дифференцировки, когда все, ничего больше не поменяется. Либо это уже сигнал о том, что, скорее всего, началось образование вторичных элементов. А так как мы видим широко просветные сосуды, явно широко просветные, прям такие мощно широко просветные, то мы можем сказать, что это вторичное утолщение. Следующий наш с вами тип – это пучковый тип. Здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант – вариант А. Закладывается тоже пучковый межпучковый камбий, но здесь межпучковый камбий несет истинную функцию, которую он несет в корне. Межпучковый камбий дифференцируется исключительно в паренхиму. И образуют вот эти вот паренхимные лучи. То есть вот он честный, межпучковый камбий. Ну или механические элементы, тут все зависит от того, какие у кого потребности. И второй вариант развития событий – закладывается только пучковый камбий. То есть у нас будут только отдельные пучки. Ничего между ними в виде такой как бы связки камбия мы не увидим. Ничего такого не будет. Только честный пучковый камень. Ну и такое свойственное на самом деле лютикам. И понять, что там произошло вторичное утолщение, ну честно говоря, непросто. Там надо просто внимательно сматриваться и желательно делать там серийные срезы. А вариант А – это классический вариант киркозона. Давайте смотреть. Значит, вот он у нас киркозон. Исходно у нас закладывается и пучковый, и межпучковый камбий. И вот он у нас, наш межпучковый камбий, который делает паренхиму. Вот она. Вспоминаем стебель тыквы. Почему стебель? Корень. Вторично утолщенный корень тыквы. Очень похожая история. Просто там вот эти вот паренхимные лучи, они больше. Дальше возникает вопрос. Самый главный. А как отличить вот этот тип вторичного утолщения стебля, а вторичное утолщение корня? Итак, вопрос к вам. Как отличить вот это по вторичному утолщенному корню? По расположению ксиремы и слоема? Конкретнее скажи. То есть да, но это не совсем ответ. Корня будет старая ксирема ближе к краю, ближе к камбе. Ну как это объяснить? Не знаю, возьми ее объяснить. С стебля будет наоборот, а у корня не наоборот. Ну то есть... Настя, я понимаю, что ты себе это четко в голове представляешь. То есть я прям понимаю, что ты это представляешь всегда в голове. Осталось объяснить оставшимся членам кооператива. Ну вот у нас есть корень. У него есть ксилема и флоема. Более старая ксилема будет ближе к камбе. А у стебля наоборот. Она будет ближе к сельдине. А, в смысле эндархное и экзархное заложение, что ли? Ты про вот это? Нет. Просто сейчас я уже сама не очень понимаю, о чем ты говоришь. Так, в общем, ты еще раз подумай, чтобы сформулировать это. Может быть, какие-то даже рисуночки приведешь. Ну, в общем, посмотрим. Полина, давайте, говорите. Нужно идти по первичному, по порнхимному лучу к стелле. И на стелле, если мы упремся в эту загогульну, в радиально проводящий пучок корня, это корень. Если нет, то стебель. Да, совершенно верно. Только, Полин, смотрите, вот эти паренхимные лучи, о которых вы говорите, это уже часть стеллы. Поэтому вот формулировка относительно стеллы некорректна, а все остальное правильно. Значит, о чем говорила Полина? Если мы с вами вспомним вторичное утолщение корня, то межпучковый камбий, который будет делать паренхимные лучи, будет располагаться строго напротив выступа радиального аксилемного проводящего пучка. То есть он будет оказываться ровно напротив выступа. И получается, что вот эти вот паренхимные лучи, если мы будем идти от периферии к основанию, то в корне мы упремся в первичную ксилему. При этом протоксилемные элементы будут находиться ближе к середине, метоксилемные, более широко просветные, будут находиться ближе к периферии. Если мы здесь, в стебле, пойдем по этому паренхимному лучу к основанию, ни в какую первичную ксилему мы не упремся. Потому что первичная ксилема, она будет находиться в основании вторичной ксилемы. Она не будет находиться в промежутках между. Потому что вспомним, как происходит вторичное утолщение в корне. У них вторичная ксилема в корне оказывается вот в этой впадине. Вторичная ксилема формируется вот напротив вот этой впадины. А напротив выступа у нас будет формироваться межпучковый камбий, который будет делать паренхимные лучи. Поэтому, чтобы понять, стебель это или корень, мы должны смотреть в середину. Что там? Ну, проще всего, если у нас корень, который не имеет сердцевины, паренхимы корня. Если там нет сердцевины, паренхимы корня, то вообще никаких проблем нет. Там сразу говорит, а вот это стебель, а вот это корень, все прекрасно. Но если там присутствует сердцевина и паренхимы корня, что, в принципе, встречается, тогда надо смотреть в основании паренхимных лучей. Мы должны найти вот эти паренхимные лучи и смотреть в их основании. Мы упремся в первичную ксилему или нет? Если мы упираемся в первичную ксилему, ну, значит, это стебель, это корень. А если нет, то, соответственно, это стебель. Вот такая вот история. А то, о чем говорила Настя, это еще один способ. Это история про то, куда и в какую сторону откладываются более новые элементы. Значит, смотрите, когда мы говорим про корень, то... Так, стоп, меня сейчас заклинило. Подождите, ребята, меня сейчас заклинило. Господи. Значит, вот сейчас вы должны мне помочь, потому что меня иногда переклинивает. Вспомните, пожалуйста, у нас же есть ксилема, значит, протоксилема. Это более мелкопросветные сосуды. И метоксилема – это более широкопросветные сосуды. Давайте с вами вспомним. Метоксилема будет оказываться вот здесь вот или метоксилема будет оказываться посерединке? Посерединке в корне. Посерединке, да? Да. Ага, вот, значит, я перепутала. Значит, здесь я неправильно рисунок нарисовала. Давайте я сейчас все это сотру и еще раз нарисую. Ты поняла, что я что-то это неправильно сказала вам. Так, еще раз то же самое. Еще раз лирическое отступление по поводу корня. Значит, когда у нас происходит заложение первичной ксилемы в корне, давайте я еще раз нарисую звездочку вот эту вот. Вот нарисую две, ну, хорошо, четыре части. То протоксилема, более мелкопросветные сосуды, будут находиться в лучах. Они, как вы понимаете, будут формироваться раньше. По мере роста корня протоксилемные элементы меняются на метоксилемные элементы, и тогда мы видим более широкопросветные сосуды, короче, более крупные дырки. И они будут находиться в самом центре звездочки. Это у нас метоксилема. И, как вы понимаете, метоксилема формируется позже, чем протоксилема. Поэтому то, о чем говорила Настя, вы должны понять, где находятся метоксилемные элементы, где находятся протоксилемные элементы и взаимное расположение друг относительно друга. Это более сложный способ, но если вы умеете это делать, то круто. Тогда у вас в арсенале будет целых два метра. А как отличить первичную ксилема от протоксилемы? Значит, карточка Иванова, первичная ксилема состоит из двух типов, может быть представлена двумя типами элементов. Первые элементы – это протоксилемные элементы, а второй тип – это метоксилемные элементы. Если ты вспомнишь, то вообще ксилема может быть представлена трахеидами или члениками трахеи. При этом трахеиды бывают очень разные. Вспомните, есть кольчатые трахеиды, кольчато-спиральные трахеиды, пористые трахеиды. Это эволюционная лестница трахеид, которая привела к тому, что сформировались членики трахеид. Так вот, самые доисторические элементы представлены в протоксилеме. Это мелкопросветные элементы, скорость проведения меньше. В метоксилемных элементах гораздо более продвинутые трахеиды. Они уже более широко просветные, они могут себе это позволить, потому что чаще всего это пористые трахеиды, их механическая прочность уже достаточная, поэтому они могут позволить себе более широкий просвет. Соответственно, скорость транспорта по метоксилеме выше, чем по протоксилеме, но все это при этом будут элементами первичной ксилемы, потому что все они будут представлены исключительно трахеидами, трахеиды. Ну, за некоторыми исключениями, но не будем вдаваться в подробности. А вот вторичная ксилема будет представлена трахеями и члениками трахеи. Там еще более широко просветные элементы, реально гигантские дырищи, потому что там такая механика, такой тип утолщения, что они не могут себе это позволить. И скорость транспорта там еще выше. Поэтому первичная ксилема представлена и протоксилемой, и метоксилемой. Представим себе прорастающие растельницы. Как только оно прорастает, первые три недели у него в основном протоксилемные элементы. Это очень условно, все будет сильно зависеть от того, какое растение мы возьмем. Например, первые три недели у него протоксилемные элементы. Постепенно на третьей неделе у него протоксилемные элементы будут заменяться на метоксилемные. Это не означает, что протоксилемные элементы перестанут функционировать, но постепенно перестанут. И вся основная нагрузка в транспорте будет переведена на метоксилемные элементы. Но сразу метоксилемные элементы закладывать опасно, потому что вы не обладаете такой фотосинтетической поверхностью, вы не обладаете такой мощной корневой системой, у вас недостаточный уровень транспирации, чтобы сразу сделать гигантскую бирку. Вы не сможете ее наполнить физически. А если вы не сможете ее наполнить, это означает, что у вас, скорее всего, может возникнуть эмболия. А эмболия для сосудов, что для наших, что для их сосудов, это также страшно. Так, сейчас первый вопрос. Можно, пожалуйста, леснуть презентацию назад на слайд про камбий, чтобы сфотографировать на камбий про камбий? Так, какой? Сейчас, секундочку, леснуть назад. Вот этот вот, что ли, слайд? Если этот, то класс. Я только сейчас уберу рукописные надписи. Так, и второй вопрос. Камбий в корне откладывает метоксилему внутрь, а в стебле наружу. Я просто сформулировать могла. Да, да, да. Метоксилема откладывается внутрь корни, а наружу. Да, 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 да. Это на самом деле, Настенька, умными словами называется экзархное и эндархное заложение метоксилемных элементов. Соответственно, эндархно внутрь, экзархно наружу. Так, все, хорошо, едем дальше. Надеюсь, по поводу первичной анксилемы я ответила. Вот у нас лютик с вами. Помните, это тоже пучковый тип, но вариант B, когда у нас закладывается исключительно пучковый камбий, то есть камбий будет располагаться только внутри пучков, они могут быть разного размера, неважно, но они все появляются одновременно, и камбий будет находиться только внутри пучков. Нет ничего, никаких намеков на то, что есть какой-то камбий между пучками. Соответственно, они тоже обладают вторичным утолщением и просто будет увеличение в размерах вот этих вот проводящих пучков. Что еще можно сказать? Ну, понятно, что у вторично утолщенных лютиковых у них размеры пучков будут больше, хотя непонятно, с чем сравнивать, если у вас нету фоточки до. Но механизация, конечно, будет больше. Будут более крупные вот здесь вот механические шапки, можно назвать это протоклеевными волокнами, склерентин, короче, называйте, как хотите. Здесь снизу тоже может быть большая механизация. Ну, а в целом понять, что это вторичную утолщину или не вторичную утолщину, на самом деле, сложновато. Вот. Кстати, вопрос к вам. Как вы назовете покровную ткань этого лютика? Назовите мне покровную ткань лютика этого на конкретной фотографии. Эпидерма. Так, Настя сказала эпидерма. Резодерма. Кирилл Самородов. Нет, не резодерма. Резодерма, зайка моя, это в корне, в корне, в корне. А здесь это будет эпидерма. Совершенно верно. Это эпидерма, потому что вы не видите никаких намеков на перидерму, как вы вспомните. Перидерма у нас состоит из трех типов тканей. Значит, филоген. Это меристоматическая ткань. Наружу филоген откладывает филлему. Это пробка, да, вот это будет истинная пробка, дохлая. А вниз он будет откладывать филлодерму. Это живая. При этом филлодерма будет выглядеть как клетки, которые образовались из одной инициалии. Это будут вот такие вот ровные стопочки. Если вы на периферии видите вот такие вот ровные стопочки клеточек, то знаете, что это перидерма. Здесь вы ничего подобного не видите, поэтому единственный вариант развития событий – эпидерма. Вот она наша с вами родная трехлетняя ветка липы. Вы должны знать обозначение абсолютно каждой клеточки здесь, потому что это классика. А классику надо уважать. Значит так, поехали. Сейчас буду вызывать по списку человеков. Кто у нас первый? Полина Дозорова. Полиночка, расскажите мне, пожалуйста, что я сейчас обрисовываю? Как мы назовем вот эту часть? Это лободревесный луч. Да, это было бы правильно, Полина, если бы я продолжила это вниз. А тогда это паренхима коры. Это можно назвать. Она из лаэма будет, которая. Ну, в общем, на самом деле можно написать паренхиму флоэмы, можно написать просто паренхима. Корректнее вторичную паренхиму, сейчас, паренхиму вторичной коры – это вот это. Вот это вот паренхима вторичной коры. Но она не всегда так дифференцируется четко. А вот про это мы должны с вами сказать паренхиму флоэм. Так, следующий у нас человек. Кто у меня тут следующий? Ребята, а у кого-нибудь... У вас такие ники, я не могу даже их прочитать. А вот у меня есть. Мария Минаева, скажите мне, пожалуйста, что я сейчас обрисовываю? Я не знаю. Ты знаешь, ты. Конечно, ты знаешь, что ты мне рассказываешь. Что ты знаешь? Давай, например, даже с синеньким здесь нарисовано. Что у нас обычно синеньким обозначается? Голубеньким, синеньким. Ну, Маша, смотрите. Вот здесь вот мы говорили, что это паренхима флоэма. Значит, вот это у нас кто? Ксилем. Ксилем – это крупные дырки. Вот они, крупные дырки. А здесь не крупные дырки. Над ксилемой кто у нас живет? Над ксилемой живет кто? Кто? Арина, давайте. Хлоэма. Да, совершенно верно. Арина, тогда вопрос следующий к вам. Как вы назовете то, что я сейчас зарисовываю? Арина, к вам уже вопрос. Эндодерма. Что это эндодерма-то, Арина? Ну, они ровные. И что они ровные? Но это же у тебя не в одну клеточку. У тебя эндодерма, она ровная и в одну клетку. А у тебя, не смотри, здесь кучка клеток, прям как будто одна из одной образовалась. А, это, я не помню. Ну смотри, между флоэмой и ксилемой располагается кто? То, из чего образуется вторичная ксилема и вторичная флоэма. Да, Камбия, совершенно верно. Так, Марина Зайцева, если у вас есть, в общем, микрофон, включите его, пожалуйста. Что я сейчас зарисовываю? Так, ладно, Марина не отвечает. Эпидерма. А, нет, Марина, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Видите, вы видите снаружи свой клеточек, а под ним столбики, да, столбики одинаковых клеток. Значит, это не эпидерма, а кто? Перидерма. Да, передерма, совершенно верно. Так, ну давайте посмотрим то же самое, только в разборе, по-моему, это чуть ли не, да, по-моему, даже из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Ну давайте смотреть. Значит, снаружи у нас здесь могут быть остатки эпидермы. Тут все зависит от того, конечно, какую ветку мы взяли. Дальше у нас идут передермальные элементы. Дальше у нас идут, иногда могут встречаться каленхимные элементы. Вот они, каленхимные элементы. Опять же, все будет зависеть от того, что мы… А, это у меня позже ветка липы. Или есть? Сейчас, сейчас, подождите. Вот она, моя ветка липы. Сейчас мы уберем все указатели. Здесь, на самом деле, плохо это видно. Видно, чаще всего вся часть, которая находится вот здесь, она видна очень плохо. Только если вы не супер-супер аккуратно делаете срез. Но чаще всего мы до такого не доходим. У нас не получается его сделать нормально. А что это за омеды в клетках черные? А, вот эти черные омедки в клетках. Давай смотреть. Это перициклическая зона. Нет, это не перициклическая зона. Что это? Первичная флоэма. Первичная флоэма. Что-то у нас еще твердый луп, мягкий луп. Господи, помилуй. Ты имеешь в виду вот эти вот омедки или вот эти омедки? Что конкретно имеется в виду? Значит, когда мы говорим про флоэмные элементы в ветке липы, они на самом деле неоднородны. То, как нарисовано на предыдущем рисунке, вот на этом. Здесь все слишком однородно. Здесь не которые слева. Ага, понятно. То есть вот эти вот. Что вот это такое? Дело в том, что могут быть включения оксалатокальция. У липа иногда такое встречается. Они, правда, не у всех вариантов, но встречаются. И они могут откладываться как в паранхимных элементах. Ну, собственно, либо вот в этой паранхимии, либо вот в наружной паранхимии. Совершенно спокойно откладываются. Так вот, вот эта вот флоэма вся, первично-вторичный кусок флоэма, она очень неоднородна. Там есть и первичные элементы, и вторичные элементы, и непосредственно проводящие элементы флоэма, и только чисто паранхимные элементы флоэма. Очень все неоднородно, поэтому в учебнике Людмилы Ивановны это так и обозначено кучей цифр. Ну, дальше вот здесь вот у нас камбий, это понятно. Вот у нас сердцевинный луч или паранхимофлэйм, в общем, сердцевинный луч, который потом вот сюда вот продолжается. Дальше. Что у нас еще нужно интересно посмотреть? 16 – это у нас первичная древесина, перимедуральная зона, ну, в общем, в принципе, все. Вот строение вторичной, вторичное строение трехлетней ветки липы, ребята, должны знать просто на зубок то же самое, как вторичное утолщенные корень тыквы. Вот все клетки должны знать на зубок, потому что встречается очень часто. Дальше. Когда мы говорим про передерму и про образование передермы, вот то, о чем я вам говорила. Наружные клетки в ровный слой, нет, нужно синенькую сделать указатель, синенький указатель, вот он. Наружные клетки в один слой, а дальше визуально клетки выглядят, как будто они построены абсолютно из одной клетки. Они абсолютно одинаковые и в ровный столбик друг по другам. Если вы видите вот такую картину, знайте, что это передерма. Значит, передерма, так как снаружи она одета филемой, клетками, которые суберенизируются, значит, внутреннее их содержимое умирает, а суберин не пропускает воду и газы, то все, что находится под передермой, не получает кислорода. Не получает. Поэтому нужно дыхальца, нужно топить, через что будут поступать газы. Ну, собственно, вообще газообмен будет происходить как туда, так и наружу, так и внутрь. Поэтому нужно сделать участки, которые не будут покрыты филемой. И эти участки, как вы все прекрасно знаете, называются чечевички. Значит, вот эти вот чечевички, сначала размечается место образования чечевичек, а только потом происходит формирование филемы и так и далее. Поэтому образование чечевичек первично в формировании передермы. Сначала место, через которое мы будем дышать, а потом мы замыкаем круг. Сначала чечевички, потом все остальное. По мере того, как формируются чечевички и по мере того, как все новые и новые передермы откладываются, у нас формируется корка. Но корка, так как это наслоение передерм, в какой-то момент начинает сущиваться. И тогда мы уже говорим не про корку, как наслоение передерм, мы начинаем говорить слово кора. Но только кора в нашем понимании... Ну, то есть не в нашем, давайте так, мы необычные люди, мы же ботаники. Кора в понимании обывателей – это как бы то, что ты отдираешь от дерева снаружи, такое морщинистое, и потом, значит, ею прекрасно растапливаешь костерчик или печку. А с точки зрения ботаников, кора – это сложная система. Кора – это совокупность корки и тех элементов флоэма, которые прекратили свое существование. Вся ксилема, которая образована камбием, остается внутри стебля. А если бы вся флоэма, которая образована камбием, оставалась бы в стебле, то наши бы деревья были ровно почти в два раза толще, чем они есть сейчас. Это слишком большие диаметры. Не все баобабы, понимаете, не все себе это хотят. Это неудобно. Это, в общем, неудобно. Поэтому нужно слущивать дохлую флоэму. Нужно элементы флоэма тоже куда-то выводить. Есть. И тогда формируется кора. Кора как совокупность корки и нефункционирующей флоэма. Почему, когда вы отдираете кору от стебля, от ствола, у вас сам ствол оказывается гладеньким? Да потому что это живые клетки. Там снаружи оказываются живые флоэмные клетки. Но дальше возникает вопрос. А как мы собираемся убирать эту кору? Ну, как мы будем ее исторгать? Не линять же? А дальше выясняется, что некоторые реально линяют. Некоторые деревья, правда, линяют. И тогда мы говорим о том, что существуют механизмы слущивания каждый год. Ну, то есть фактически линька деревьев. И механизмы механического слущивания. Ну, там лось пришел, что-то почесал, медведь спину почесал. Ну, в общем, кто не хочет что-нибудь слущивать. Тогда у нас деревья, стволы деревьев выглядят очень по-разному. Значит, первый вариант. Это механически слущивающаяся кора. Это то, что мы в наших условиях видим чаще всего. В наших я имею в виду... Ну, где-нибудь до Казани, до Казани. Все, что южнее, там уже встречаются другие элементы, другие варианты. Но в наших условиях, там Москва, Питер, Подмосковье, севернее, восточнее, западнее, но при этом на одном меридиане, ну, более-менее вот так. Либо вот привет дубам, вот такая вот история. Либо тоненький, но при этом каким-нибудь окрашенный, привет березкам. Кстати, вот это пример того, что разрастание ксилемы оказалось неожиданно резким. Флоемные, а самое главное, покровные ткани разрастались с ксилемой не одинаково. И получилось так, что ксилема изнутри разрослась слишком мощно, и наружный обод из передермы и корки оказался не готов, он просто треснул. Вот, собственно, я такое у нас в лесу нашла. Вот такие вот трещины. Бывает, это пример неслущивания, это пример того, что и внутри дерева могут происходить нарушения, неравномерное разрастание ксилемы. Но, тем не менее, вот у таких деревьев тоже все механически слущивается. Но есть другие варианты развития событий, когда кора слущивается ежегодно, и либо это какие-нибудь платаны. Как вы понимаете, платаны в наших условиях растут плохо, вот им все-таки южнее нужно. Но кусочками при этом в наших условиях слущиваются сосны. Вот елки нет, у елок механическое слущивание, а у сосен ежегодное слущивание вот этими кусочками. Это вот сосны, да. Это, по-моему, не сосна, это платан, или по-другому это называется чинара. Но платаны бывают разные, а вот платан восточный называется чинара. А это, догадайтесь, кто это, может быть, кто-нибудь знает, что это за дерево. Там прям такие плетья эти коры висят. Может, кто-нибудь видел? Это неисходно не наше дерево, оно к нам завезено. Это не банан. Андрей? Банан – это не дерево, банан – это трава. Настя, еще раз. Эвкалипт? Да, совершенно это эвкалипт. Собственно, на вот этом ежегодном слущивании у них основано… Эвкалипты очень легко восстанавливаются после пожаров. Дело в том, что исходное место жизни эвкалиптов – это Австралия. Если формируется жаркая, но при этом не ветреная погода, то в воздухе накапливается слишком много эфирных масел эвкалипта, потому что они очень богаты этими эфирными маслами. И так как там мельчайшие капельки, то в определенный момент, под определенным углом, в общем, эти масла могут воспламеняться. И происходят такие вспышки пламени. Многие, вообще-то, вся экосистема Австралии, она подстраивается под то, что раз в какое-то время происходят эти пожары. Это норма, то есть это обязательный фактор для развития экосистемы в Австралии. Другое дело, масштабы этих пожаров. Собственно, как и горящая наша тайга, ребята, это нормально. Если бы наша тайга не горела, никакого нормального обновления леса бы не происходило. Там слишком все медленно идет, там не такое активное переваривание всего и вся, это не тропики. Поэтому без пожаров наземных нормальная тайга, нормальная здоровая тайга невозможна. Если не будет пожаров, это будут чахлые, дохлые деревья, которые нормально функционировать не могут. Это из разряда скупая собака на сене. Поэтому да, мы все ужасаемся этим размером пожаров. Нам каждый раз говорят, что это катастрофа, мы сейчас все умрем. Неправда. Это нормально. Без этого невозможно. Нормальной здоровой тайги. Наша тайга нормальная и здоровая. Другое дело, когда мы говорим про вырубку, это совершенно другая история. А вот про лесные пожары в тайге, это нормально. Так вот, это вот слущивание коры, это способ быстрого обновления и избавления от тех повреждений, которые могут возникнуть в качестве пожаров. То есть там непонятно, что первично было в Калипе, но тем не менее, вот у них такой вот способ слущивания коры. Так, на этом мы с вами заканчиваем вторичное утолщение. И теперь мы, у нас как раз полчаса, и за полчаса я надеюсь вам рассказать подземные видоизменения побегов. Значит, сейчас, секундочку, мы сейчас с вами переключимся. Ой, остановили демонстрацию. Сейчас, ребят, немножечко я вот это вот закрою. Так, поехали. Так, вопросы пока есть, пока я переключаюсь? Есть, но не на тему стеблях, ну, частично на тему стеблях. Настя, тогда я его запомни и после, ладно? Хорошо. Так, поехали. Видоизменения побегов. Как вы помните, видоизменения побегов бывают надземными и подземными, поэтому я разделила их на два кластера. Сначала мы с вами поговорим про подземные видоизменения побегов. Ну и давайте, кроме Насти, расскажите мне, какие вы сейчас можете вспомнить видоизменения побегов. Подземные, не надземные, только подземные. Накидывайте варианты. В чат накидывайте или устно. Так, что у нас там? Луковицы, да. Клубни. Клубни. Клубнища, да. Корневища, кто-то сказал, да. Еще. Ну, луковицу назвали. Кого не назвали? Клубни назвали. Усы – это надземные. Усы – это надземные. Клубни, луковица, да. Молодец, Андрей. Корнеплоды. Лизонька, корнеплоды – это корни. Это про корни. Хотя на самом деле там некоторые корнеплоды можно отнести. Сталлоны. Маша Минаева, правильно. Сталлоны. Очень хорошо. Да, в принципе, почти все и назвали. Так, ну что ж, поехали. Корневища, столлон, клубень, луковица, клубни-луковица. Все назвали, молодцы. Ну, а теперь давайте по очереди всех. Начнем мы с вами с корневища. Что такое корневище? Это определение из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Значит, корневище – это подземный, видоизмененный побег с чешуевидными листьями низовой формации. Вы, типа, я вам еще не рассказывала, что бывают листья там верхом пола, формация низовой, но, типа, вы это знаете. Ну, в общем, в любом случае расскажу. Листья низовой формации чаще всего такие чешуевидненькие. В общем, короче, это не про фотосинтез, это тупо про защиту. Листьями низовой формации, почками и притаточными корнями. Итак, корневище, ну, у почти всех растений находятся под землей. На нем формируются маленькие, дохленькие, чешуевидненькие листья, в пазухах которых формируются почки, из которых формируется надземный… Упс, парадонтия. А, это не из Людмилы Ивановны Локтовой. Не помню, откуда я взяла это определение. В общем, откуда-то взяла, неважно. Но тоже хорошее определение. Вот. Итак, еще раз. На корневище формируются предаточные почки, из которых формируется надземный побег, который вегетируют, на котором расположены нормальные листья. Также из этих пазушных почек могут формироваться предаточные корни. Но на самом деле, как вы понимаете, предаточные корни могут формироваться не только из пазушных почек, они могут формироваться из каких угодно почек, то есть и из предаточных почек тоже. То есть не обязательно предаточные корни будут формироваться в срогов узле. Это просто… Кстати, я думаю, вы узнали, что это за растение. Это кто? это растение. Кстати, очень классическое, с очень специфическим вариантом стебля. У него такой вот особый даже вариант. Это не хвощ. Нет, нет, не хвощ. У него вот такой вот стебель. Ну, что есть панда, ребята? Бамбук. Конечно, это бамбук. Совершенно верно. Да, вот бамбуке. Да, это бамбук. Просто у бамбука конкретно предаточные корни формируются в узлах, но не у всех это так происходит. Значит, корневище случайно нашел. Значит, корневище можно классифицировать в четырех вариантах. Значит, первый. Корневища бывают укореченными или удлиненными. И тут все будет зависеть от того, какую функцию вы хотите предать. Говорят, в Китае была пытка бамбуком. А, да. Дело в том, что есть сорта бамбука. Да, есть очень быстро растущие сорта бамбука, когда человека сажали на пророст бамбука, и он прорастал сквозь него. Да. Был такое. Ну, нас на пол сажали. Ребят, ну, у всех. У кого-то была железная дева. Слушайте, ну, все мы. Значит, так. Укороченное или удлиненное корневище, и тут все зависит от того, какую функцию вы возлагаете на корневище. Потому что, когда мы говорим про укороченное корневище, это означает, что размер паренхимных элементов в этом корневище максимальный. И это означает, что вы корневище используете как запас, как место запаса питательных элементов, которые находятся под землей, нормально перезимовывают. Вот такая история. Если же мы говорим Iron Maiden. Когда мы говорим про удлиненное корневище, то да, мы запасаем питательные элементы, но это еще способ распространения. И некоторые растения используют корневище то есть основная функция корневища будет не запасание, а именно вот распространение. А так как оно еще подземлюет, то это такое вот дополнительное сохранение ваших почек землой. Вторая классификация, она зависит от того, где расположено корневище. Есть эпигеогенные корневища и гипогеогенные корневища. Давайте разбираться. Гея это богиня земли. Генезис это создание. Эпи это над, гипо это под. Давайте переводить. Гипо под, гея земля, генез создание. Под землей созданное. Значит, гипогеогенное корневище исходно растет под землей и остается под землей. Гипо геогенное корневище. Эпигеогенное корневище над землей созданное. Это означает, что семя, из которого формируется корневище, прорастает над землей и дальше постепенно со временем углубляется под землю. Эпигеогенное корневище. Другая классификация, ортотропное или плагиотропное корневище. В конце концов, корневище может расти параллельно поверхности земли, а может расти вглубь земли. Ортотропное или плагиотропное эти слова нам уже знакомы, поэтому более или менее ничего нового я вам не сказала. Ну и какой мяу тип нарастания у корневища симподиальное или моноподиальное? В конце концов, это же побег. Естественно, у него есть нарастание симподиальное или моноподиальное. Ну, тут более-менее понятно. Итак, давайте смотреть. Значит, это картинки, которые я взяла из учебника Александра Константиновича Тимонина или из Лотовой. Я не помню, Тимонина. Значит, вот эта клубничка наша, земляничка, у нее эпигеогенное корневище. Оно начинает расти над землей и по мере возраста оно заглубляется. Или я что-то не так сказала, судя по это, я неправильно сказала. Да, у нее, сейчас, у нее, ну, короче, смысл в том, что у нее, у нее, у нее эпигеоген. Да, у нее эпигеогенное корневище, что-то тут, ну, ладно, неважно, эпигеогенное корневище, а самое главное, что оно не супер-то плагиотропное, оно на самом деле фактически ортотропное, потому что на большей протяженности оно расположено вертикально вверх. Дальше, вот это у нас вороний глаз, это классические плагиотропные корневища, и более того, это не просто плагиотропные, это гипогиогенные корневища. Вот, но еще есть копытень конский, у копытня, ну, практически ортотропное, но на самом деле, как вы понимаете, в этой классификации должно звучать еще слово анизо, да, ну, вот оно скорее анизотропное. Все то же самое, дальше есть особый тип корневищ, когда эти корневища ортотропные, но они еще не просто ортотропные, они сильно укорочены, и тогда возникают особые типы корневищ, которые называются каудексами. Что такое каудекс? Значит, это сильно укороченное ортотропное корневище, которое не очень старается разрастаться в длину, но при этом разрастается в ширину, и из-за того, что они формируются у многолетних растений, с течением времени центральная часть этого корневища начинает выгнивать. Причем, это специально делается, чтобы вы понимали, растение само начинает лизировать после какого-то периода времени свои клетки, наполняющие центр этого корневища. Тогда формируется дупло, и постепенно, с течением времени, и из-за механических повреждений, и из-за внутренних факторов. Это дупло делит каудекс пополам, и тогда получается, что исходный каудекс распался на части, которые называются партикулы. И тогда у нас формируются два отдельных самостоятельных растения, два отдельных самостоятельных куста, которые потом могут нормально самостоятельно функционировать. Так делают, например, люпины. Вот если мы вспомним эти классические люпины с этими кистями гигантскими, красивущими, ты берешь так соцветитель люпина, делаешь так, и у тебя такой фервер. Ну, по крайней мере, мы так в детстве делали, было очень прикольно. Вот у них каудексы, по крайней мере, из тех, кто в ближайшем понимании. Да, это дело в том, что я эту лекцию делала давно, но я посправляю каждый раз. Я ее делала сначала, когда работала в школе, в пушке. Вот, и была у меня такая рубрика, которая называлась «Что это Берримор?». Я надеюсь, что вы знаете, кто такой Берримор и откуда вообще эта фраза. Вот, значит, итак, что это такое? Как вы думаете? Давайте попробуем охарактеризовать это хорневище. Как минимум, давайте узнаем, оно укороченное, да, Шерлок Холмс, совершенно верно. Это не просто Шерлок Холмс, это Шерлок Холмс, который был снят в Советском Союзе, когда Ливанов играл Шерлока Холмса, а Овсянка Сэр, да, совершенно верно, Овсянка Сэр, собака Баскервилли, да, какие вы зайки, вы знаете, потому что там в той школе народ этого не знал, мне пришлось объяснять, что это такое. Итак, вернемся к корневищу. Итак, давайте первое, что мы с вами решим, это удлиненное корневище или укороченное корневище? Итак, это удлиненное корневище или укороченное корневище? Удлиненное. Это удлиненное корневище. Хорошо. Значит, еще раз, это удлиненное корневище, потому что оно прям длинное. Вот если проследить, это длинное корневище. Прям длинное. Укороченное оно было бы, если бы оно было бы вот такой вот толщины. Да, оно могло бы быть таким же длинным, но если бы оно было прям толстым, тогда бы мы сказали, что оно укороченное. Дальше. Как вы думаете, оно ортотропное или плагиотропное? Ортотропное. Ортотропное. Да, оно ортотропное. Совершенно верно. Это корневище валерьяны лекарственной. Причем, более того, это та часть валерьянки, которую любим. И мы особенно любят коты, потому что именно там откладывается основное количество фторметов, которые там от которых обалдеют кошатины. Следующее наше с вами растение это ландыш. У него флагиотропное корневище, видите, активное разрастание всяких корней, но нам на самом деле не столько важно это корневище, сколько нам важна анатомия этого корневища, потому что у корневища ландыша очень специфические вопросы к вам. Что очень специфического мы можем найти в корневище ландыша? Внимательно смотрим на картиночку срез и давайте расскажите мне, что же там особенного. концентрические пучки. Так, вопрос. Если снаружи ксилема амфивазальный или амфикрибральный? Амфивазальный. Да, значит, о чем мы сейчас говорили с Настей. Проводящие пучки мы с вами тоже где-то обсуждали, но, видим, это было давно и неправда. Проводящие пучки бывают разные. В частности, существуют проводящие пучки, которые выглядят не так, что у нас с одной стороны ксилема, а с другой стороны флоема, а которые выглядят полностью замкнутыми структурами. И тогда снаружи будет одна проводящая ткань, а внутри будет другая проводящая ткань. но это все-таки проводящие пучки, а не какая-нибудь гапластелла. И бывают, собственно, два варианта, когда либо у нас снаружи ксилема, а внутри флоема, или наоборот, когда у нас снаружи флоема, а внутри ксилема. И называются они амфивазальные и амфикребральные проводящие пучки. Я долго пыталась это запомнить, вот это амфивазальные и амфикребральные, пока мне один добрый человек не подсказал следующую такую запоминалку. Значит, амфивазальный там есть корень ваза. Значит, ваза это жесткая конструкция. Значит, амфивазальный значит снаружи жесткий. А если снаружи жесткий, значит снаружи ксилема. Соответственно, амфикребральные ровно наоборот. Итак, амфивазальные проводящие пучки, это когда снаружи ксилема, вот как здесь. У нас снаружи здесь ксилема, а внутри флоема. Все это называется концентрический проводящий пучок. И вот он амфивазальный. И, собственно, у корневища ландыша особый концентрический проводящий пучки, амфивазальный. Это не то, чтобы часто встречающаяся штука. Именно поэтому, так как ландыш широко распространен в нашей полосе, его рисуночки, его анатомия и срезы ландыша часто встречаются в практике. Вот это срез корневища ландыша, который сделали ребят на сборах, как вы увидите, сделали не очень хорошо. Но, тем не менее, вот это хаос, срач и революция, которую вы наблюдаете по центру, ровно то же самое вы увидите у себя под микроскопом, если вам вдруг дадут срез корневища ландыша. Дальше возникает вопрос, а почему они не такие четкие? Ну, опустим, как не значащее, что срез сделан такое, но еще важно, что эти проводящие пучки расположены не строго, ну, представьте себе вот эту трубу корневища, вот это идет корневище, и эти проводящие пучки расположены не строго параллельно поверхности, они немножечко все находятся под углами. Это тоже особенность ландыша, и именно поэтому, когда вы делаете поперечный срез, даже если вы сделали его супер ровным, у вас не получится проводящие пучки супер ровным, у вас будет вот такой вот хаос срач революцией. Причем, более того, посмотрите, вот сюда вбок отходят уже проводящие элементы для формирования почки или еще чего-нибудь. Ну, короче, ветка пошла какая-то. Вот такой ландыш интересный. Следующее наше корневище это ирис, и здесь нас на самом деле интересует скорее не корневище, а корень ириса, но я вам уже показывала эти картинки, здесь, по-моему, даже его нет. Что интересно у ириса? У ириса классические эпигеогенные корневища, и причем, более того, ирисы не любят, когда вы погружаете вот эту часть корневища под землю. Если вы поместили это корневище под землю, то ирис перестает свисти, и он думает, все, все, ребята, в жизни отстоит солнцефонарь. Нет, мы свисти не будем. То есть каким-то растениям вот прям критически важно, чтобы все-таки корневище оставалось над землей. На самом деле там как получается? Там половина корневища под землей, и на этой части корневища формируются корни, а наружная часть остается ни с чем, то есть там не будет никаких корней, она такая горенькая, но при этом она должна быть над землей, вот им это важно. Как мы сейчас понимаем, в этом корневище есть фоторецепторы, которые собственно оценивают, а что же там светит сверху. Вот это удлиненное корневище классическое, это совершенно ужасный сорняк, пырей ползучий, оставить малейший кусочек этого корневища, ну и все досвидули, все это значит заново у вас расцветет. И как вы понимаете, пырей ползучий использует корневище как способ далекого размножения куда-нибудь туда, это способ вегетативного размножения, мы распространяемся максимально далеко. То есть мы как клон, мы абсолютно одинаковые с точки зрения генетики. Можно использовать как ирис, как запасание, а можно использовать как запасание, да, но самое главное пережидание неблагоприятных условий и распространение максимально далеко. так, что-то у меня вопрос, по-моему, это пырей вообще везде, а, это пырей, да, он вообще везде. Так, что это пырейморт? Значит, может быть, вы вспомните по картиночке вот это вот растеница. Кислица. Да, это кислица, ель, кисличник, так вот, у родственника кислицы, они все относятся к семейству адоксовые, в общем, вот это вот, вот это вот, это подземная часть растения, которое называется адокса. Я даже не могу представить, как это по-русски называется, я знаю, как это по-латыни, адокс. Так вот, у них есть видоизменение побега, которое называется барабанная дробь столон. Но в подавляющем большинстве столоны это супердлинные тонкие побеги с недоразвитыми листьями, они недолговечны, они вот как раз используются в качестве вегетативного размножения, то есть максимально далеко от себя свой клон куда-нибудь транспортировать. Если пырей ползучий все-таки не отказывается от функции запасания и продолжает там запасать, то ребята, которые представлены здесь, живучек, ползучий, земляника, они отказываются от функции запасания питательных веществ и используют только функцию распространения куда-нибудь, в общем, насадить свою волю против, насадить свою идеологию против воли местного населения, это вот про эту историю. Но на этой фотографии представлены исключения. Дело в том, что у адоксы у нее столоны, но на этих столонах формируются мясистенькие чешуевидные листочки, которые несут функцию запасания. Это скорее исключение из правил, но тем не менее вот такое тоже бывает. И значит, еще раз, столоны это усы. Вот усы это столоны. У кого-то подземные столоны, у кого-то надземные столоны. Но вообще-то корректнее, конечно, столоны отнести к надземным изменениям, но что-то как-то я решила их к подземным отнести. Потому что они бывают такие-такие. Что еще интересно? Усы бывают не только у земляники и живучки ползучие. Вот есть такая злочина, которая называется... Стоп, это, по-моему, не злак, это, по-моему, асока. Официния, спиралица... Не помню. В общем, то ли злак, то ли асока. И вот здесь вот прям видно, как из одного растения пошла распространяться линеечка. Вот она. Вот такая вот. И все они, соответственно, подземными столонами распространяются. То есть, если у клубники и живучки у них надземные столоны, то у этих нет. При этом надо понимать, что живучка у нее такой вот... У нее не совсем честные столоны. Почему? Асока. Спасибо, Асока. У живучки не совсем честные столоны, потому что на них формируются прям нормальные листья. Вообще-то на столонах листья даже если формируются, то чешуевидные. Поэтому живучка как бы да, она в примерах, но вы должны понимать, что она не совсем честная история. Вообще, давайте вспомним, что она не розеточное растение, а полурозеточное. У нее все полу. У нее столон, но не совсем столон. У нее она типа розетка, но не совсем розетка. В общем, она такая необычная мадама. Следующее наше с вами видоизвинение, наверное, последнее на сегодня. Это клубень. Итак, клубни. Во-первых, они всегда сильно укороченные и утолщенные. Они никогда не бывают удлиненными. Клубни всегда запасают питательные элементы, и причем они запасают ее в стеблевой паренхиме. что это означает? Это означает, что сердцевина будет максимально большой. Если корневище запасают свои питательные элементы в коре, то есть паренхиме первичной коры, вот эта вся история, то здесь это будет именно сердцевина. Причем более того, придаточные корни, да, на клубне могут формироваться, но чаще всего не формируются. Вот то, что мы видим здесь. Кстати, может быть, кто-нибудь знает, что это за растение? Ну, понятно, это как картоха. Топинамбур, да, совершенно верно, это топинамбур. Топинамбур это скорее исключение, но у него иногда, да, все-таки формируются в придаточные корни. То есть, если от корневища всегда отрастают корни, всегда у всех маленькие, большие, но отрастают, то у клубней практически никогда корни не отрастают от самого тела клубня. Они могут отрастать, но уже от сформировавшихся побегов. Смотрите, пожалуйста, сюда внимательно. Вот начинает формироваться побеговая часть картошечки, и от основания этой побеговой части отрастают маленькие корешочки. Они не отрастают от самой картохи, они отрастают от основания побега, который сформировался из пазушной бочки. Вот так они размножаются. Итак, клубни практически всегда используются как запас питательных веществ, но формироваться они могут в разных местах. Итак, первый вариант развития событий, если клубни формируются на корневище или на столоне. И тогда они живут один вегетационный период и слушают для пережиданий неблагоприятных условий и для либо возобновления на следующий сезон того же самого растения, ну, в смысле клона, и тогда материнское растение погибает. Или материнское растение остается, но это способ распространиться куда-нибудь. То есть один сезон живем для того, чтобы пережить неблагоприятные условия. Второй вариант развития событий, когда клубень, метаморфизируется часть главного побега или только гиппокотик. И тогда понятно, что эта история не про вегетативное размножение. Это история про то, что я основание своего побега делаю кладовкой. И эта часть должна быть всегда со мной. Это моя супер кладовка. Она должна быть максимально близко к земле, потому что если возникли неблагоприятные условия, меня там засыпят или еще что-то, но это не важно. Итак, первый вариант это корневищные клубни. Ну, про картоху мы с вами не говорим, потому что вы и так все про картоху знаете. У картошки клубни формируются на столонах. А помните, что такое гиппокотик? Значит, гиппокотик, окей, вот, значит, смотрите, что у нас. Семечка прорастает и дальше формируются семидоли, это корешочки. Корешочки. Дальше формируются настоящие листья. Значит, междоузлие от корневой шейки до семидолей называется гиппокотик. Междоузлие от семидолей до настоящих листьев называется эпикотик. Как-то так. Итак, у тебя либо, когда ты клубень, у тебя либо только гиппокотик становится гигантской, здоровой, утолщенной штукой, либо у тебя гигантской, здоровой, утолщенной штукой становится несколько междоузлей. И тогда это кладовка кладовка. Значит, первое растение, о котором мы с вами поговорили, это очень важное с точки зрения сельскохозяйственной, сельского хозяйства в южных странах. Это растение называется колоказия съедобная. У нее гигантские листья, у нее листовые пластины. Если вы сейчас забьете в интернете колоказия, вы увидите, что там эти листовые пластины просто размером с человека бывают. и у них формируется корневище. Вот их корневище. Это укороченные ортотропные корневища. Но на этих укороченных ортотропных корневищах я так понимаю, что все-таки от этих укороченных ортотропных корневищ отрастают столоны и к этим столонам крепятся клубни. Я сама никогда не держала колоказию в руках. На 100% сказать не могу. Но судя по тем фотографиям, которые я нашла, когда как. В общем, если смотреть на эту фотографию, то вот оно, вот это корневище, а это крепится к нему клубень. То есть там нет столона. А если смотреть на этот рисуночек, либо рисуночек неправильный, либо еще что-то. В общем, все равно говорят, что у колоказии корневищные клубни. Значит, вот это корневище, посмотрите, сразу вспоминаем ирис, очень похоже на ирис корневища, и к нему крепятся, здесь уже они отодраны, вот эти клубни. Клубни нужны для того, чтобы распространяться в бока. Вот эта опекальная почка уже тронулась в рост. Ну и соответственно, на следующий год, на следующий год они тронутся в рост. При этом само корневище используется в еду, клубни не используются в еду, насколько я так прочитала, клубни особо не используются в еду, а вот корневище да. Это, ну вот как у нас картошка, там у них это вот колоказия. Где-то картошка, где-то пенамбург, где-то колоказия, это все провозъедобные части. Следующее наше с вами растение, это те растения, у которых утолщен только гиппокотель, это цикламен, это хохлатка полая и это гиппокотельный клубни. То есть у них гиппокотельный клубни, вы видите, это такая сплюснутая история, ну потому что гиппокотель все-таки в длину это очень ограниченное пространство, а для того, чтобы запасти достаточно, нужно сильно разрастись. Дальше возникает вопрос, как я это буду отличать от луковицы? Вот вопрос к вам, как вы, извините, а когда занятие закончится? Маш, а вот собственно я сейчас дорасскажу про все клубни и закончится, то есть буквально минут пять еще и все. Значит, вопрос еще раз, как отличить гиппокотельный клубень от луковицы? Все, кроме Насти? Настя Ладно. На что мы должны обратить внимание, чтобы понять, что это вот эта луковица, а вот это гиппокотельный клубень? Что мы должны сделать? Вспомните, что такое луковицы. Кто-то мне что-то написал. Вскрыть. Правильно, вскрыть, на листья посмотреть. Да, Андрей, на какие листья я должна смотреть? Сочные, которые внутри. Да, совершенно верно. Дело в том, что у луковиц метаморфизируются, то есть там и стебель метаморфизируется, но там листья все вот эти сочные, запасающие, сочные чешуи, листья. Здесь, если вы вскроете, вы увидите равномерно, вот как картоху вы вскрыли, порезали продольно картоху, поперек картоху, а давайте я сейчас покажу, вот у меня были где-то срезы, вот, посмотрите, вот что вы увидите, когда вскроете продольно или поперек гиппокотильный кубень, введите равномерную, белесую, неважно какого цвета, вы введите более-менее равномерную ткань. Никаких намеков на то, что вы порезали чешуевидные листья не будет. Вспомните кольца лука. Вот вы режете луковицу, вы видите кольца лука. Здесь этого нет. понятно, что все очень индивидуально, бывают разные луковицы, но в подавляющем большинстве случаев это будет так. Вот эти цикламены, смотрите, вот так цветут цикламены. Кстати, цикламены часто используют в декоративные растения, причем обратите внимание, дело в том, что придаточные почки очень часто могут формироваться на гиппокотиле. И вот эти придаточные почки, которые дают начало придаточным корешкам. Вся эта типа луковицы, которая на самом деле гиппокотильный клуб богато усеяна придаточными корнями. На нормальной луковице вы такого не увидите. У нормальной луковицы все корешочки отрастают от донца. Здесь все богато усеяно. Даже если вы сюда посмотрите, это явно не донц. Это что же за такого рассмера, что так все богато усеяно. Ну и последний вопрос. Как вы думаете, кто это? Что это за растение? Настя, тебя спрашиваю. Что это за растение и что это за видоизменение? Капуста кальраби. Капуста кальраби. Совершенно верно. А корневище это видоизменение стебля? Да, Женя, корневище это видоизменение стебля или видоизменение побега. В конце концов стебель это часть побега. Поэтому да, туда. Да, это капуста кальраби. И это наш последний вариант клубня. Это надземный клубень, который развился из нижней части главного побега. Давайте внимательно смотреть. У меня, кстати, были даже задания. Я же делала два или три года назад энное количество заданий школьных этапов вот ровно с этой фоткой. Значит, смотрите, вот у нас апикальная почечка, она делает вот эти листочки. Вот это у нас черешок листа, вот это у нас листовое основание, кто знает, поймет, что такое листовое основание, кто не знает, потом расскажу. То есть это однозначно у нас несколько междоузлей вовлечены в создание вот этого клубня. Поэтому клубни бывают разные, все зависит от того назначения, которое мы ему назначаем. Извините за тавтологию. Либо мы вегетативно размножаемся при помощи него и пережидаем неблагоприятный период, либо это моя личная кладовка, которую я никому никогда не отдам. Либо я эту кладовку делаю из одного узла, либо из нескольких. А из чего этот клубень образуется? Андрей, смотрите, давайте мы нарисуем. Представьте себе, что вот у нас есть корешочки, это семидольки, это настоящие листья. Значит, это у нас гиппокотель, это эпикотель. Дальше я решаю, что мне нужно все это превратить в гигантскую кладовку. Вот у меня остались вот эти же самые настоящие листья. и вот здесь вот мосепусенькие семидольки остались, ну, по крайней мере, листовые рубцы мы с вами увидим. И дальше все это разрастается, ликвидируются вот эти выемочки в узлах, и в итоге мы превращаемся вот в такую часть. То есть отсчитаете там 6-7 узлов, то есть вот у вас смотрите, вот у вас тоненькая палочка, да, от разных частей отходят листья, ну, там 6-7 узлов. А теперь эту палочку превратите вот в такую вот кругляшечку, потому что вы туда напихали кучу запасных веществ. А дальше удобно же быть не овальной формы, а удобно быть круглой формы и даже, наверное, немножечко сплюснутой формы. Вот, потому что это безопаснее с точки зрения механических повреждений сверху. И тогда у вас получается вот такая вот история. А вот он, кстати, срез. И что вы видите? Гигантская сердцевина. Вот она. Это все сердцевина. Все запасается в стеблевой паранхимии. Вот. Ну, на этом мы с вами заканчиваем. пройдем.